Витаю, друзья! Вы на Фабрите Новый Мэн. Меня зовут Евгения Кутнова. И мой я спел разумный день сегодня журналист из Вашингтона, Карина Орлова. Карина, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению важных и актуальных новостей, я надеюсь, положительных новостей в Соединенных Штатах, о которых вы нам сейчас расскажете, очень надеемся на это. Покрошу, пожалуйста, наших зрителей, которые будут смотреть этот стрим, подписаться, пожалуйста, на нашу платформу. Это важно для нашей работы. И таким образом, в частности, мнение Карины Орловой смогут увидеть и услышать как можно больше людей. И за это я заранее благодарю. Карина, ну а, конечно же, начнем с событий, которые происходят в Конгрессе и судьбе финансирования Украины. Демократы и республиканцы приняли решение, чтобы избежать шатдауна. Но как это решение повлияет и отразится на Украине? Ну, смотрите, украинская помощь туда не заложена. Вообще этот бюджет никак не связан с украинской помощью, потому что украинская помощь сейчас рассматривается отдельным пакетом в Сенате. Это тот пакет, большой пакет помощи, комплексный, который затребовал президент США Джо Байден еще в октябре, если я не ошибаюсь. Да, в октябре после атаки Хамаса на Израиль. Поэтому прямой связи нет. Но, конечно, сейчас многие строят теории о том, как это отразится, что гадают на кофейной гуще, по листьям, что это может значить для Украины. Ну, соответственно, варианта два, точнее три. Либо это вообще никакой связи нет, да, обсуждать не будем. Либо это свидетельствует о том, что помощь Украине будет принята, так же, как договорились по шатдауну, по избежанию шатдауна, так же вроде бы договорятся по помощи Украине. И здесь как бы аргументом в эту пользу может служить то, что спикер Майк Джонсон не включил все самые главные требования мага-конгрессменов, трампистского крыла, требования по урезанию бюджета, урезанию расходов на государственные нужды. Республиканцы традиционно выступают за минимальное финансирование правительства, да, в социальные программы, в другие. Но у мага, собственно, это все до экстрима доведено. Соответственно, их требования не были включены. И как бы, ну, логика такая, что если здесь Майк Джонсон как бы решил прокатить своих однопартийцев, и даже не просто своих однопартийцев, он вообще часть мага, да, то и с Украиной он так же поступит, потому что главным препятствием для принятия помощи Украине является как раз мага-крылого, да. И это может быть так, действительно, что вдруг Майк Джонсон решил, что он будет прокатывать раз за разом своих, значит, мага-однопартийцев. Но мне кажется, что у этого как бы, у этой логики, она очень хорошая, благоприятная для Украины, но мне кажется, у нее есть, ну, изъян. Потому что вы помните, что, во-первых, Кевин Маккарти, который не пошел на требования мага-крыла, лишился своей должности немедленно, да. Он также пошел на избежание шатдауна, договорился с демократами, мага выразили протест и тут же начали процедуру его смещения с поста спикера. И это очень простая процедура, требуется всего петиция одного конгрессмена. Соответственно, когда Майк Джонсон избирался на свою должность, он понимал и знал, это как бы открытые карты, это открытые условия, что он, собственно, в точно таких же условиях избирается. Поэтому мы сейчас посмотрим вообще, что будет вот с этим законом по избежанию шатдауна, потому что мага-крыло, этот Freedom Caucus, у них официально фракция называется «Кокус свобода», уже официально заявил, что этот закон по избежанию шатдауна о бюджете неприемлем вообще. Это чудовищное нарушение всего, что возможно, и неприемлемо. Они так заявили. Мы посмотрим, что будет. То есть, ну, вариант развития два, да. Значит, судьба Кевина Маккарти, то есть демократы и республиканцы принимают этот бюджет, избегают шатдауна, мага остается в пролете, и они начинают свою месть, да, отставку Майка Джонсона. Либо есть второй вариант, что Майк Джонсон договорится с этим мага-крылом, что здесь мы избегаем шатдауна, потому что, конечно, Майк Джонсон не хочет быть, никто не хочет быть спикером, при котором наступил шатдаун, поверьте мне, потому что ответственность будет на республиканцах, да, и на спикере. У них большинство, да, вот у них большинство, они, в принципе, могут вообще любой закон принять, по идее. Вот, поэтому Майк Джонсон, явно у него большие политические амбиции. Я думаю, они простираются даже далеко за пределы Трампа, его возможного возвращения на второй срок или там до бесконечности. Майк Джонсон достаточно молод, явно амбициозен, да, то есть он хочет, как бы он играет в долгу, это понятно. Конечно, значит, но он мог, допустим, вот я предполагаю, самый чудовищный сценарий, что он договорится с мага, с трампистами, по вот этому избежанию шатдауна в обмен на то, что помощь Украине не будет принята. Это могут быть, ну, мы никогда можем об этом не узнать, ну, если только это в спрессу не просочится, это могут быть закулисные переговоры, и вот это может быть разменной монетой. Либо, ну, то есть если он никак не будет договариваться с магой, вы понимаете, ему просто грозит отставка. И поверьте мне, если Майк Джонсон не хочет быть спикером, который войдет в историю, который, да, допустил шатдаун, то мага-крылу, весь хаос, спикеря, да, шатдаун только выгодный только на руку, ну, потому что этого хочет Дональд Трамп, потому что, как бы, основной посыл кампании избирательной Дональда Трампа заключается в том, что, ну, это не ново, но сейчас это как бы обострено, да, что вот это болото, они ни на что не способны все, причем не только демократы, но и республиканцы тоже, ведь Трамп не избирается как, как бы, сын своей партии. Он формально избирается от республиканской партии, но у него совершенно другая, да, то есть, во-первых, он сила больше уже, чем республиканская партия, он подмял под себя партию, но ему важно доказать, что действующая, ну, ладно, Конгресс это не бюрократия, но действующие политики, болото он так это называет, да, свом, это ни на что не способны, и есть только один человек, который придет и всех спасет, это Дональд Трамп, естественно, вот, и поэтому он, кстати, открыто требовал допущения шатдауна, наступления шатдауна, а ему это выгодно еще и лично, потому что, если наступит шатдаун, то финансирование министерств закончится, да, и, соответственно, Минюст как бы приостановит свою деятельность, ну, это не совсем так работает на самом деле, но у него как бы смысл такой, что если все перестанет работать, перестанет работать Минюст, который ведет уголовные дела против него, и, соответственно, они прекратятся, да, вот, Трамп к этому очень серьезно, кстати, относится, он вчера лично появился на слушаниях в апелляционном суде, где рассматривается обжалование, значит, решения суда первой инстанции федерального суда округа Колумбия, который отказал Трампу в прекращении уголовного преследования на основании абсолютного президентского иммунитета. Это формулировка, изобретенная Трампом, ее нигде нет, ни в какой конституции, ни в законах, но вот, значит, Трамп пытается добиться прекращения уголовных дел на основании абсолютного президентского иммунитета. Соответственно, это настолько важно, что он явился вчера лично на слушании в апелляционный суд, да, поэтому для него это очень важно. И шатдаун ему, это просто прекрасно, ему играет на руку мага-трамписты, это просто, ну, как это, там, другие дополнительные руки Трампа, да, в Конгрессе, поэтому им вот чем хуже, тем лучше, да, Майку Джонсону нет. Короче говоря, игра очень серьезная, много как бы сторонняя, я не знаю, честно говоря, вот я разложила как бы, да, аргументы, ну, буквально гадание, реально гадание по листьям, поэтому посмотрим, лепесткам, вот лепесткам это называется, значит, посмотрим, что будет, а может вообще, вообще это никак не связано, понимаете, может быть, вот оно, вот они по шатдауну договорились, а дальше вот все как было с помощью Украине и Израилю так и будет идти, а то, что было, это была профанация, то, чем занимались республиканцы в декабре, и, ну, в декабре, да, и республиканцы, палаты представителей занимались этим еще с сентября, но к ним в декабре присоединились республиканцы Сената, потому что они вдруг, вдруг, вот так вот, раз, вы помните, наверное, да, все как бы, все нормально, в Сенате точно примут помощь Украине, можно не переживать, там, сенаторы, республиканцы, ястребы, эстеблишменты, они поддерживают Украину, а потом раз, внезапно выяснилось, что, нет, Украина, конечно, важна, но граница нам важнее, значит, ну, южная, да, иммиграция, ну, я понимаю, кризис на границе действительно есть на мексиканской, это правда, с ним надо что-то делать, но не стоит вопрос жизни и смерти, да, вот сейчас, то есть никто эту границу не бомбит, люди не погибают, да, и Россия бомбит Украину, а не вот Техас или Аризону, поэтому, конечно же, помощь Украине важнее в том смысле, что она насущнее, да, то есть понятно, что для американцев свои дела внутренние важнее, окей, даже оставим это, но, естественно, помощь Украине насущнее, если вы, вот, посмотрите, да, если республиканцы считают, что Украине надо помогать, в принципе, да, необходимо, то эта помощь будет бесполезна в 2027 году, если ее до этого не будет, да, ну, согласитесь, или она даже будет, может быть, уже будет бесполезна в августе 2024, если до этого ничего не будет, потому что Украина настолько растеряет свои позиции, да, и Россия настолько получит преимущество, что уже, может быть, никакая помощь не поможет, поэтому понятно, что если мы принимаем за данные, что помощь Украине необходима, то она необходима также вот сейчас, потому что это война, она продолжающаяся, но республиканцы считают нормальным тормозить этот процесс, потому что им необходимо, они как бы взяли в заложники страну Байдена и Украину и требуют проведения миграционной реформы в обмен на согласие по, значит, помощи Украине, и это мы, внимание, минуточку, говорим только про Сенат, а еще есть палаты представителей, там есть мага-крыло, которые, они вот постоянно, вот буквально несколько дней назад, да, вот сейчас, в эти дни, ни цента больше помощи Украине вообще, вообще ноль, 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 кто-то говорит, что все нужно отправить Израилю, но с Израилем они тоже как-то тормозят, то есть тоже полная профанация, потому что если вы так поддержите Израиль, ну, примите хотя бы помощь отдельным пакетам Израилю, да, то есть я просто, вот если просто проследить не то, не за тем, что они говорят даже Майк Джонсон, а за тем, что на выходе мы имеем, мы имеем полную, полная профанация, ни Израиль, ни Украина не получили никакую помощь, вот, ну, Израиль с момента атаки, да, Украина с сентября, когда не должна была быть принята, вот имеем то, что имеем, надо смотреть на действия, потому что заявление, единственное, что в этом плане действия и заявления только сходятся вот у мага крыла, вот они как бы последовательно, да, а вот Майк Джонсон, который прекрасно с пространными речами выступал о том, что да, нельзя Путину дать победить туда-сюда, ну, хорошо, ну, ты спикер, у тебя есть полномочия вынести любой законопроект на голосование, ты можешь договориться с демократами, но ты же этого не делаешь, а не делает он, потому что он, просто он, его за ниточки дергает мага, мага-крыло, которое в любой момент может инициировать процедуру его отставки, да, и потребуется всего шесть голосов республиканцев, плюс все демократы, которые, конечно же, проголосуют за отставку Джонсона, потому что это худший спикер в истории, это экстремист, ультра, значит, религиозный, евангелист с совершенно дремучими взглядами, это еще, на самом деле, в перспективе это хуже, чем любой трампист, это правда, это просто кошмар, что они получили. Естественно, демократы будут правы, если они сместят этого спикера к чертям. Карина, вы очень, тоже, такой детальный анализ, спасибо вам большое, но если позволите, я все же уточню, вот вы говорите о том, что профанация, все это напоминает профанацию, республиканцы как только могут тормозят этот процесс, все-таки у меня уточнение касательно сроков, когда Конгресс все-таки сможет перейти именно к рассмотрению вопроса относительно помощи Украине. Когда они договорятся. Нет, в палату представители вообще не хотят. А сколько можно дальше затянуться? Ну, конечно, нет, а никаких сроков нет, это же не дедлайн, это у нас по шатдауну есть дедлайн, да, по финансированию правительства, вот не примешь там до 19 января, все, деньги как бы израсходов, а по Украине, ну что, значит, вчера и позавчера, соответственно, ну, в понедельник-вторник, и Сенат, и палаты представители возвратились к сессиям, хотя многие конгрессмены и сенаторы вернулись еще до того, да, продолжались закулисные там переговоры, значит, мы говорим про Сенат. Сенат, вот он начал переговоры по Украине, ну, там, по Украине, по границе, да, то есть по проведению миграционной реформы в обмен, да, на помощь Украине. Соответственно, вот они, как бы, пока никаких новостей нет. Ну, хорошо, допустим, они договорятся, да, допустим, в Сенате не все демократы за это проголосуют, да, ну, допустим, договорятся, голоса примут этот пакет помощи единой, ну, допустим, это будет в течение двух недель, я не знаю, сколько у них переговоры займут, понимаете, это тоже очень большой вопрос. И главное, что ведь требования республиканцев, они, особенно в палате представителей, они все время по иммиграционной реформе, они, чем дальше, тем выше эти требования, тем жестче, то есть они все больше и больше, требуют, да, это тоже парадоксальная ситуация, такое ощущение, ну, как бы, у меня вообще не складывается ощущение, что республиканцы заинтересованы в разрешении кризиса на границе, потому что, опять же, значит, кризис на границе, да, и обещание закрыть границы в первый день, установив диктатуру, это у нас то, что обещает Трамп. Вы помните, он дал интервью Шон Ханити, в котором сказал, что в первый день его Шон Ханити попросил пообещать, что он не станет диктатором, вот до чего мы докатились, пообещайте, пожалуйста, вы не станете диктатором, говорит, в первый день, вот только в первый день стану диктатором, закрою границы. Значит, Трампу надо, и выгодно, и, как бы, это его основа, да, чтобы продолжался кризис на границе, иначе зачем ее закрывать, да? Соответственно, ему никакая миграционная реформа точно не на руку, вот это поверьте мне, потому что это будет, ну, лаврой себе, значит, припишут и республиканцы, и демократы, кстати, и Белый дом, потому что переговоры-то ведутся между двумя партиями, одна не может ничего сделать. Соответственно, если примут какие-то серьезные, да, законы, что-то сделают, удастся остановить, там, этот наплыв нелегальных иммигрантов, то это будет заслуга и республиканцев, и демократов, и Белого дома, но точно не Трампа, Трамп остается в проигрыше, поэтому я вообще, я считаю честно, что они используют, республиканцы и мага, что они используют этот миграционный кризис как повод, да, чтобы все это вот превратилось в такой цирк и затянулось, и главное, что это хорошо продается избирателям. То есть как бы формально они говорят, не, ну мы за помощь Украине, но мы же не можем наплевать на нашу собственную границу, мы же для вас стараемся, и вот смотрите, поскольку мы знаем, что демократам это очень важно, Украина, да, мы сейчас вот их заставим, а на самом деле, я, честно говоря, ну, если бы было о чем договариваться, мне кажется, уже бы давно договорились. Плюс, еще есть важный момент, почему об этом все забыли, но, значит, в Сенате, да, они договариваются по вот этому большому пакету помощи на 106 миллиардов, которые Байден затребовал. Там 60 миллиардов в Украине, 14,5 Израилю и так далее, и 14 на границу. Но Майк Джонсон, когда стал спикером, он вообще-то неоднократно говорил, что не может быть и речи о том, чтобы выносить этот единый пакет на голосование, потому что это как бы берет в заложники нас, конгрессменов, нас заставляет, да, потому что мы, мол, вот как бы за помощь Израилю, но вот мы не очень там хотим, там, вот по Украине есть вопрос, а это как бы, да, заставляет, ну, понятно. И он несколько раз говорил, что он не будет выносить этот единый пакет помощи на голосование. Я не знаю, может, его позиция изменилась, я не слышала, чтобы он ее менял публично. Но у меня очень большой вопрос, даже если они примут этот большой пакет на 106 миллиардов, что с ним будет палать представителей, потому что пока я не слышала от Майка Джонсона, чтобы он говорил, да, мы готовы рассмотреть. Он говорил сразу, что этот большой пакет сразу идет лесом, и что мы будем принимать отдельные пакеты, что они сделали по Израилю, правда, они, опять же, подложили туда таблетку с ядом в этот закон, они приняли помощь Израилю на 14,3 миллиарда и привязали к ней урезание расходов на финансирование Федеральной налоговой службы, которая занимается сбором доходов. И это урезание, оно как бы призвано, да, компенсировать затраты. Но дело в том, что когда ты урезаешь финансирование Федеральной налоговой службы, которая занимается сбором налогов и доходов, ты в перспективе теряешь больше. И, соответственно, уже все экономисты посчитали, что эта мера просто приведет к еще большим потерям бюджета, потому что ФНС меньше соберет АРС, да, меньше соберет денег. Поэтому, понимаете, и это несмотря на то, что республиканцы гораздо больше вот эти, да, ультраправые, мага, что они как бы все за Израиль, за помощь Израилю. Но за что же вы тогда не примете-то? Это же так просто, да, если у вас там вообще есть консенсус, что Израилю надо помогать, ну, республиканская партия традиционно, да, кстати, за Израиль, почему вы не можете принять такой закон, который пройдет в Сенате, и не заниматься профанацией там. Я уже не говорю про Украину, вы понимаете? Потому что по Израилю-то у них хотя бы на словах есть консенсус, и они все равно не могут принять закон и не принимают его, не хотят, которые бы вот просто принять помощь на 14-3 миллиарда Израилю. Все. Нет, они этого не делают. Арина, если говорить о последствиях, о последствиях, к чему это все может привести, в частности, и Польша призывает Конгресс выделить Украине помощь, потому что там говорят, что тоже это повлияет и на соседей. И бывший глава ЦРУ также выразил свое мнение, сказал, что если Россия победит, то следующий год под прицелом окажется Молдова или одна из стран Балтии. Но есть сообщение о том, что Трамп в частном порядке предупредил, что если США не придут на помощь Евросоюзу, что США не придут на помощь Евросоюза, если он подвергнется вооруженному нападению. Об этом заявил Европомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бреттон. То есть фактор того, что это повлияет не только на Украину, а будет иметь совершенно другие последствия. Насколько берут во внимание? Ну вы сами только что процитировали Трампа, которому это все равно. Ему все равно, что... Совершенно очевидно, что Путин не нападет на США. Ну вот. Не нападет. У него нет таких возможностей. Он не может проводить сухопутную операцию в США. Он может только запустить ядерное оружие. Но это будет последнее, что он сделает. Он этого не сделает. Напасть он может на страны Европы, да? Значит, а США может прийти на помощь странам Европы, как того требует 5-я статья НАТО, или не прийти. Как считает Дональд Трамп, если он станет заново президентом США, то президент США отвечает за внешнюю политику. Это отличительная особенность американского института президентства. Он полностью отвечает за внешнюю политику. Да, можно говорить, что просто так США нельзя вывести из НАТО. Там непонятно, что будет. Может быть, потребуется решение Конгресса, или там... Это все не важно. Он может и просто профанировать наличие США в НАТО. Вот как он начал это делать? Он сказал, мы все, мы больше не платим взносы, потому что европейцы ничего не платят, да? И вы помните, что было? США разругались вообще со всеми, с Францией, с Германией, с главными своими союзниками. Байден строит союзы, понимаете? А Трамп их разрушает, потому что ему не нужны эти союзы, потому что ему... Потому что это... Ладно. Да, потому что это выгодно Путину, естественно. Потому что... Многие говорят, нет вот у Трампа лично такое видение. Я вообще с этим не согласна. У Трампа нет никакого видения. Человек вообще без идеологии. Это вообще полуграмотный, реально полуграмотный человек, который ни одной в жизни своей книги не прочитал, кроме сборника речей Гитлера, о чем мы знаем со слов его первой жены Ивана Трамп, ныне покойной. Вот. Поэтому там никакой идеологии нет, поверьте. Там есть жажда наживы, это понятно. И вот просто делец такой, который дорвался до власти, да? И, конечно, ему совершенно очевидно, что импонируют, и не просто импонируют, как бы... Они ягоды одного поля с Путиным, понимаете? Поэтому понятно, что он будет строить союзы с такими, как Путин, а не с такими, как Шульц, Макрон, я не знаю, кто еще. Вот. Поэтому вы сами... Вот вы создаете вопрос, да? А вы сами уже в нем ответили. Кого это волнует, что Путин нападет на Европу? Демократов и некоторых республиканцев, которые еще не совсем продали... Ну, не на 100% продали свою душу дьяволу по имени Трамп, да? Вот. Но мага конгрессменов это не волнует. Ультраправых республиканцев это не волнует вообще, понимаете? Они хотят здесь установить диктатуру. Я не знаю, как вам объяснить. Им вообще наплевать на Европу. Им не близка Европа больше с их ценностями. Вы просто мало кто, понимаете? Всегда, когда там, ну, вызванивают журналистов из Америки, все, конечно, спрашивают про внешнюю политику, там, Украину, за сюда Россию. Но никто же не спрашивает по внутреннюю, а никто ничего не понимает. Некоторые думают, что ну, просто разделение традиционный демократ, республиканцы, там, вот просто там... Просто республиканцы там против абортов, да? Нет, не просто. Вот там реальная идеология, которая пишется, между прочим, в серьезных свинтанках, как Heritage Foundation. Ну, и все готово. У них все готово для установления такой ультраправой, фашистской, на самом деле, диктатуры. Ведь фашизм такой не нацистского характера, да? А именно фашизм такой классический, как Муссолини. То есть ты, да, остается частный рынок, да, капитализм остается, частные свободные компании. Какие-то там берутся под контроль государства напрямую, но остальные остаются действовать, но под жестким, как бы, присмотром государства и делают этого интереса государства, да? То есть уничтожаются при этом институты правосудия и так далее. Вот классический такой фашизм, да? Вот, вот что они хотят установить. Ультраправый, кстати, да? И отличие, понимаете, ультраправого фашизма от утралевого, например, да, заключается в том, что при ультралевом, вот как там, ну, будем считать, что Советский Союз был ультралевым, да? Хотя там вообще-то Сталин был ультраправый, но тем не менее, там декларировали они, да? Жизнь, конечно, каждого человека меняется, все. То есть вот каждый человек на себе испытывает, да? А при ультраправой фашистской диктатуре обычный человек не заметит, то есть на себе напрямую никаких изменений, только если ему не будет претить, да, вот там, идеологические нормы, нормы, возведенные в закон, да? Я не знаю, там, запреты гей-браков, традиционные ценности, да? Вот, ну, примерно все как в России, просто в России еще есть политические репрессии, да? Но вот если бы вот это убрать, вот смотрите, если бы Путин не начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, да, то, наверное, не было бы таких массовых репрессий, они сейчас массовые, да? То, в принципе, это то, вот это и есть такая ультраправая фашистская диктатура, да. То есть вот эти же, ну, русским-то многим и сейчас, большинству им все равно, они даже не замечают войны, смотрите, какая прелесть. Вот в чем, как бы, да, уникум эта ситуация. То есть ты как бы жил и жил, у тебя ничего не меняется, у тебя никто не отбирает квартиру, да, у тебя там никто не посылает на БАМ строить, но пока. Вот, а вот, поэтому это то, к чему идут республиканцы, поэтому им совершенно плевать на Европу. Хорошо, Карина, в Белом доме было сообщение о том, что собирали представители оборонных индустрий США и обсуждали инновационные возможности для Украины. Сообщалось о том, что Салливан проводил эту встречу, писал об этом издание Reuters. И, в частности, касались вопроса беспилотников, рэп и вопросов разминирования. Это все описывал в своей статье за иконами, если вы помните, в Глобком Валерий Залужник, когда он говорил о том, что ему нужно, да, для победы, он говорил, что нужен вот этот технологический рывок. Скажите, пожалуйста, исходя из этого сообщения, можем ли мы все-таки сделать вывод, что Соединенные Штаты в Белом доме ищут возможности и услышали Глобком? Ну, да и до этого можно было сделать вывод, потому что Джо Байден с первого дня помогает Украине так, как может. И все делает, все возможное и невозможное. И поставил, собственно, свою собственную судьбу политическую на кон, потому что, вот смотрите, да, сейчас, если республиканцы не пойдут на то, чтобы Украине выделить помощь, то Украина потерпит поражение, да. Не надо ждать от Европы, что Европа поможет. У Европы, во-первых, денег столько нет, во-вторых, она помогает только потому, что за ней стоит спина США и президента Джо Байдена, вот лично, да. А если этого не будет, Европа не будет помогать Украине, ей просто, ей гораздо выгоднее, да, ну начнется все, посмотрите, начнется все с разговоров про то, что вот немецкий бизнес страдает. Давайте вот с Россией все-таки выгоднее, да, налаживать. Ну, что-то такое. Потом там еще ультраправые, да, вот эти все движения, которые там недовольны текущей политикой из-за иммиграции, да. Короче, это отдельная история, вот. Поэтому нет, как бы, то, что, я не знаю, кому-то, может быть, я вот знаю, что в Украине, к сожалению, в русскоязычном пространстве, и это продвигают очень многие русскоязычные россияне, да, вот про россиян говорю, вот этот нарратив, что США недостаточно помогают Украине, какие-то фейки появляются про то, что у нас тут стоят какие-то атакамсы в количестве миллионов штук, которые сейчас вот спишут, и надо было Украине отдать. Это просто какой-то бред несусветный, это просто неправда. И вот оно откуда-то берется, понимаете, все это разносится, и Байдена поносит, на чем свет стоит, он недостаточно помогает, и при этом никто не говорит о том, что это республиканцы, которые тормозят вот все, что сейчас Украина, понимаете, не получает, это только благодаря республиканцам. Никто об этом не говорит. Все просто кидаются дерьмом в Джо Байдена столько, сколько им вообще. Вот это просто такая неблагодарность, это такое свинство на самом деле. Потому что не надо нам новости о том, что у Джо Байдена, у Салливана собрали этих представителей по инновационной. Они и так все за, понимаете. Но нужно понимать некоторые вещи. У США тоже ограничен запас. Это не, знаете, Господь Бог, который сидит, вам раздает, все же он вот так вот из кармана вытаскивает, сколько нужно оружия. Это раз. Два. У американцев есть еще фронт Китая и Тайвань, которые тоже нужно как бы быть готовым к этому. Три. Они дают оружие так, чтобы оно было использовано максимально эффективно, потому что это очень дорогостоящие оружия, которые очень долго производить. Поэтому нужно его дать так, чтобы при этом Россия была ослаблена, чтобы украинцы умели пользоваться этим оружием, и чтобы оно мог, а не просто вот так распылять все. Ой, ну, вы понимаете, это как бы, ну, как сказать. То есть почему-то к США, и особенно к Джо Байдену отношение такое, что вот он просто сидит на мешке со всеми видами оружия, и просто вот он такой плохой человек, он не дает его Украине. Вот только дайте нам оружие, сколько нам влезет. Дают и так больше всего. Никто не понимает, что Америка больше всего оружия Украине дает. Когда какая-нибудь там Европа даст один какой-нибудь, 20 танков старых, понимаете, все, ой-ой-ой, какая Европа молодец. Это все, что идет из США, или то, что США заставляет Европу дать. Они за это платят, понимаете. Европейцы вообще ни за что не любят платить. И если они что-то делают, то это потому, что американцы либо напрямую платят, либо им гарантируют, да, либо обещают какие-то контракты, потому что Байден там бесконечно ездил в Европу, когда начало, даже до вторжения. Вы вспомните, Байден еще в октябре 2021 года начал ездить в Европу и рассказывать, говорить европейским лидерам, Путин готовит полномасштабное вторжение. Вот-вот-вот. Никто не верил, включая президента Зеленского, которому говорили, что на вас собираются напасть. Никто не считал вообще нужным прислушаться к этому. В результате имеем то, что имеем. Европа, если вы помните, вспомните Германию. Она первые месяцы полномасштабного вторжения в Украине поставляла какие-то аптечки. Вот, вот помощь бы. Гуманитарно, мы поможем, вот гуманитарно аптечки пошлем. Никакое оружие вообще не поставляло Европе. Вообще, если бы лично Байден не ездил и не убеждал, не уговаривал, не подкупал, в смысле, да, как страна, страну, да, политически, не уговаривал, вот, хорошо, там, за это и это, Европа бы никогда не вступилась за Украину. Они бы сказали, ну, хорошо, вот, как, как, да, и строили бы как там эти экономически выгодные проекты, трубопроводы, газопроводы, вот это все, как они и делали, да. Так что, конечно, Джо Байден, конечно же, конечно же, в администрации Джо Байдена считают, что, и, как бы, да, есть определенное видение, совершенно четкое, определенное, что нельзя дать Путину разрушить Украину, нельзя, победить, это дурацкое слово, потому что мы не очень понимаем, что это такое. Джо Байден лично делает все для этого. Теперь он оказался в ситуации, когда если бессовестные республиканцы не пойдут на помощь Украине, Байден вообще проиграет очень много, потому что к нему тогда будет вопрос, а куда пошли все эти деньги? Вот США выделили уже в прошлом году 105 миллиардов в Украине, да, а где все эти деньги, зачем мы все это делали, да, если Путин все равно забрал Украину, да, а это произойдет, если помощь Украина не получит, ну, это вы же понимаете, да, что здесь, пока Украина не получает помощь, Путин же не сидит, сложа руки, думаю, да, сейчас я играю по-честному, да, я вот напала на страну, которая в три раза меньше меня, поэтому это правильно, что Украине помогает, она не может защититься сама, поэтому я сейчас подожду, я буду сидеть и ждать. Нет, они не будут сидеть и ждать, они будут наращивать военное производство, они будут переносить свои заводы куда-нибудь подальше, да, в какой-нибудь Новосибирск, в Владивосток, куда-нибудь вот туда, куда не долетят украинские ракеты, даже самые дальнобойные Атакамсы, да, не долетят, и это все будет, и чем время сейчас Путину играет на руку, да, это правда, и чем, понимаете, чем, ну, республиканцы, я не знаю, они понимают, да, не хотят, да, им плевать просто, им плевать на Украину, ну, они любят Путина, потому что, знаете почему, у них одинаковые ценности, вот так вот получилось. Вообще, Путин, между прочим, это кумир среди вот современных неонацистов, ультраправых, вы выходили об этом в статье, это потрясающе, почитайте, это интересно, да, то есть я понимаю, что Путин это полное умно, это мы все знаем, но тем не менее, он является как бы таким неформальным лидером для вот этих вот ультра-ультраправых, неонаций и так далее. Они, если почитать, ну, просто журналисты исследовали все эти форумы, типа 4chan, 8chan, да, где вот они все собираются, очень много ВКонтакте, вы знаете, что ВКонтакте очень много американских сидит вот этих ультра-ультраправых, неонаций, это как бы, просто никто не обращает на это внимание, но это так и есть, им просто, да, им просто реально нравится Путин, вот поверьте. Они считают, что у него традиционные ценности, у него там вот православие, ну, в смысле, там, да, христианство, там вот как бы с абортами еще в России не разобрались, но я думаю, что скоро к этому, да, все тоже придет. Вот, поэтому ужасно, просто очень обидно, да, что Джо Байден, который это самый вообще большой друг Украины в ее истории, честно, и самое-самое неблагодарное отношение, которое может быть к нему, демонстрируется. Я сейчас говорю особенно про, ну, русскоязычный, россиян сегмент, я за украинцев не отвечаю, это их право, да, вот просто украинцы приглашают русских, таких как я, да, в смысле, не таких как я, но я просто россиянин, к сожалению, по паспорту, вот, и они просто поливают Байдена дерьмом, и этих людей надо просто арестовывать немедленно, если они в Украине или в Европе, выписывать ордер на арест, и просто, это военные преступники, без суда и следствия, все, в тюрьму в украинскую, пусть сидят, потому что они, они занимаются ИПСО, они настраивают украинский народ против единственного главного союзника, поверьте, у Украины есть один союзник, США, США, естественно, аккумулирует вокруг себя помощь Европы, но если не будет США, Европа не будет помогать, ей нечем, понимаете, вот я не знаю, как бы сказать, Европа просто бедная, просто вы представляете, какое количество денег находится в Америке, какое количество денег находится в Европе, просто, я не знаю, мало, конечно, людей доезжает до Америки, а еще каждый год дороже и дороже, вы просто приедете, вы поймете, что такое Америка, это гигантские деньги, и Европа, которая еще после ковида, еще теперь оправиться не может, но это как бы нищета по сравнению с Америкой, Европа – это нищета, понимаете, они там вот два евро считают каждое, честно. Карина, да все понятно, все понятно. Спасибо вам большое за все ваши интересные ответы, спасибо вам большое за то, что вы нашли и уделили внимание нашим зрителям, конечно же, будем следить за событиями, будем анализировать, и я, пользуясь случаем, приглашаю вас к нам в гости еще. Друзья, я також дякую за увагу и вам, подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свои комментарии, залишайте свои запитания, и мы обовязково будем оставить их нашим шановным спикерам. Еще раз всем дякую за увагу, всего на краще, и до наступных встреч, и Карина, еще раз я вас чекаю на своем гости. Дякую, слава Україне! Героям слава! Субтитры сделал DimaTorzok